Здравствуйте, это Камера Атомный и Коди визуальное программирование для детей. Это Коди, который я рекомендую больше, чем Лайтбот. Продолжаем дальше, мы в голове первой, на пятнадцатом уровне. Итак, идем в программу, идем в программу, что мы сделаем здесь вперед? Moving forward, taking this, выбираем звезду, then turning, потом поворачиваемся, jumping, and turning to the other side, и поворачиваемся в другую сторону. Итак, теперь мы выполним это второй раз. Теперь мы тот же набор действий повторим второй раз. В программу, мы должны найти какие завис В общем-то, какая наша задача? Задача в программировании найти повторяющиеся действия и, собственно, их вызвать. Объединить их в одну группу, назвать каким-то названием. Это будет процедура, субпрограмма, функция, метод она будет называться. Но на самом деле это группа повторяющихся действий, которые мы объединили в один комплект, чтобы потом постоянно их вызывать одной командой. Да, я люблю это. Двигаемся дальше. Что нам нужно здесь сделать? О, так много действий. Нам нужно понять. Окей, у нас есть под программой один. 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 Два раза вперед. Три. Три вперед. Три. 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 one turn here, сюда один раз повернёмся. Интересно, как это будет выглядеть. Если мы одну процедуру вызовем. Окей, давайте назовем процедуру один дважды. Давайте процедуру один вызовем еще дважды. Это должно быть хорошо. Это должно быть хорошо. Компилируем. И посмотрим, как она будет работать. И смотрим, как она будет работать. Да, хорошо. Теперь для детей становится сложнее. Вот. О, теперь у нас три субпрограммы. О, теперь у нас три субпрограммы. А в ботике только одна была. Я не знаю, что делать. Даже не знаю, что делать здесь. Окей, мы начнем. Мы начинаем. Мы должны понять, какой здесь паттерн. Нам нужно понять, какой здесь паттерн. Какие действия повторяются? Окей, давайте просто делать вот так вот. Терн. Повернулись. Форвард. Тейк. Взяли. Терн. Повернулись на эту сторону. Джамп. Прыгнули. Теперь. Сейчас поставим эту процедуру сюда. Занесли процедуру сюда. Процедуру 2. В процедуре 2. Так что мы делаем? Мы сейчас здесь. Мы вот здесь. Берем звезду. Берем дважды вперед. Дважды вперед. Повернулись. Мы не нужно поворачиваться. Мы просто двигаемся сюда. И телепорт. И телепортируемся. Теперь вперед. Один прыжок. Один прыжок. Второй прыжок. Терн. Берем. Повернулись. Тоже в основную программу. И процедура 3. И процедура 3. Форвард. Вперед. Терн. Райд. Повернулись. Направо. Форвард. Джамп. Прыжок. Так что это будет достаточно для этого программа. Думаю, этого будет достаточно для этого программа. Так что иногда мы можем использовать процедуры не для повторения. Акции. Но для того, чтобы сохранить этот уровень в основном программе. Иногда процедура используется не для повторяющихся действий. А просто для того, чтобы сохранить место в основной программе. Теперь я познакомлю тебя с таким понятием как рекурсия. Рекурсия это когда процедура вызывает сама себя. Окей, now we will understand how the recursion works. Recursion is when the function calls itself. So that the way to repeat one actions multiple times. Да, рекурсия это способ повторять одни и те же действия множество раз. И на самом деле наверное это наиболее лучший способ объяснить рекурсию. Вот я сейчас думаю. И наиболее лучший способ познакомить с циклами. Хотя нет, можно с циклами и по другому познакомить. Если посмотреть на этот уровень, то мы увидим, что в программе main только одно место для команды. Как раз для процедур. Особа процедура с рекурсией будет выглядеть вот так. И процедура with recursion будет выглядеть так. So, we are moving forward, taking star, and then calling the procedure itself. So, it will start again repeating this action, and then again and again an infinite repetition of this action. So, they will be in a loop of this action. The boat would be in a loop of this action. Вот будет, вот смотрите, то есть у нас в процедуре мы создаем, какие движения делаем? Вперед, вот он двигается вперед, вот, подобрать. А потом вызываем саму процедуру себя, то есть она заново начинается, и снова заново, и снова заново, и снова заново. И вот такой будет бесконечный цикл повторений. Говоря словами, я буду идти прямо, потом подберу звездочку, потом вызову опять процедуру 1. И так будет продолжаться до тех пор, пока я не доберусь до выхода. And that will continue until the boat will arrive to the exit. Процедура кнопка PROC 1 перетаскивается так же долгим нажатием, как и в main. Ну, понятно, здесь все у нас как в main перетаскивается. Если рекурсию написать неправильно, например, первым действием в процедуре тоже поставить PROC 1. So, if we will write recursion incorrectly, for example, we will call function itself at the beginning, that would be an error. Это будет ошибка. Because the program constantly starts repeating itself, while we don't see other commands. В общем, процедура начнет сразу же ссылаться сама на себя и не будет видеть никаких других команд. Потому что вот тут же она возвращает к самой себе. Получается бесконечная процедура, бездействие, моя программа выдаст сообщение об ошибке. So, that would be infinite action, without any actions, actually, calling it oneself, and that would be an error. Не будет ошибка. Okay, let's go to procedure. Деваем процедуру. Forward take. Вперед подбираем. Now, PROC 1. Теперь вызываем процедуру. And complete the level. И завершаем уровень. With this. Легко. That's... The lightbot has the same level that the... Like... Steps. Steps. Да, у нас вот в коллоботе есть точно... Ой, не в коллоботе, в лейдботе есть точно такая же задача. Вот с подбором. Только там мы поджигаем панельки. Вот. Но в целом, выполняем ту же самую процедуру. Повторяется много раз. So, you see? Those actions we're moving one step, one step, one step. This repeats multiple times. And we will solve this task like that. И мы выполним вот эту задачу такими-то вот способами. Окей, nice. Прекрасно. Yeah, complete level. Уровень завершился. Here is a simple task. Тут простая задача. One, two, three. Вперед идем. Taking. Подбираем. Turning and calling itself. В общем-то, поворачиваем и вызываем себя. Again, three forward. Take starter. And complete this four times. Выполняем вот эти действия четыре раза. So, we find the amount of actions that repeat. Окей. We completed the level. Закончили уровень. Посмотри. Эти блоки с электрошоком. Если я окажусь на них в момент вспышки, это я сломаюсь. Окей. Если этого не произошло, я дам тебе новую команду ожидания. Если ты ее вызовешь, я просто буду стоять один ход. Окей. So, there is a new command that wait, that we are waiting for one turn. Но перед тем, как начать писать алгоритм, запусти компиляцию и посмотри, с каким перерывом срабатывает электрошок. So, before you write the program, start the compilation. So, start the level and check out into which pauses the электрошок is working. А потом придумай правильную рекурсию и удача, ты справишься. And then, think about correct recursion. So, collect. Look. Правильный цикл. Мгм. Good. Хорошо. So, wait. Ждем. Two times four. Два раза вперед. Wait. I guess. Ждем. And calling itself. И вызываем сами себя. So, is that correct? Смотрим, правильно ли это? Yeah. Yeah, that's correct. Да, это правильно. This was not in Lightbot. Вот это в Lightbot не было. So, there is something new. So, they developed ideas. Они улучшили идеи. So, basically, this is the developer version of Lightbot. На самом деле, у меня возникает впечатление, что это развитая версия. Lightbot. Turn. Повернулись. Forward, вперед. Push the button. Нажали кнопку. We teleport here. Мы сюда телепортировались. Turn. Повернулись. Now we need infinite loop. Теперь нам нужен бесконечный цикл. So, this take. Подбираем. And calling ourselves. И называем сами себя. That's interesting. Это интересно. Yeah. Correct. Правильное действие. Ты, наверное, уже понял, что в одну процедуру можно добавлять другую процедуру. Во вторую, третью и так далее. So, you understand that you can add one procedure into another, and into that another one. Выложенность может быть очень большой. Попробуй написать правильные процедуры для этого уровня. Удача. So, try to write down the correct procedures for this level. Get luck. So, this move forward twice. Двигаемся дважды прямо. No, not jump. Не прыгаем. Turn. Повернулись. That's procedure one. Это процедура один. Okay. Jump. Прыгаем. Now, let's jump and use. Давайте прыгаем из пользы. So, this, вот это. Now. Just jump. Just jump. Просто прыгаем. Now, again, this. Now, вот это. Запускаем. Just jump. Просто прыгаем. Hmm. Hmm. Now, that would be not completed. Нет, так мы не закончим. And this procedure. Эту процедуру, так мы не закончим. Okay, you know, maybe simpler, возможно, проще. Twice. Просто двигаемся дважды. So, here we go. This procedure. Тут мы называем вот эту процедуру. And turn and jump. Потом поворачиваемся и прямо. One, two, раз, два. Take, берем. That's the most hard. Вот это самое сложное. Forward, вперед. Teleport, teleport and calling one more time. И вызываем вот эту еще раз. I guess that should work. Я думаю, это должно сработать. Yeah, we've completed the level. Да, мы закончили уровень. So, see you next time. Увидимся в следующий раз. Live long and prosper. Живите и процветайте. On the Cyber Revolution and the Victory, comrades. Только кибер-революция, только победа, товарищи.